Здравствуйте, добрый вечер! Я рада вас приветствовать на нашем сегодняшнем мероприятии. Приятно, что вас так много. Наверное, это связано с тем, что тема, которой мероприятие посвящено сегодня вечером, особенно важна именно для нас, историков. Наше мероприятие проходит совместно с нашими коллегами из фонда имени Макса Вебера, из Народного союза Германии по уходу за военными могилами и мемориала концлагерь Зандборстель. Я очень рада, что вы все сегодня пришли к нам, что вас сегодня так много. Моя задача заключается только в том, чтобы поприветствовать вас. Я потом сразу же передам эстафетную палочку Андреасу Хильгеру, который будет вести сегодняшнее мероприятие. Но, наверное, сначала стоит Андреаса Хильгера представить. Андреас Хильгер – заместитель директора фонда имени Макса Вебера в Кёльне. Он родился в 1967 году, изучал историю Средневековья и Нового времени, изучал историю Восточной Европы и словистику в Кёльне и Волгограде в свое время. В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию. Она была посвящена немецким военнопленным в Советском Союзе. Это очень важная публикация, очень важная книга. В 2015 году он защитил докторскую диссертацию в университете иммигельмата Шмидта в Гамбурге. Эта работа была посвящена советско-индийским отношениям с 1941 по 1966 год. Коммунизм, деколонизация и холодная война. Это, пожалуй, и есть самые основные сферы его научных интересов. Стоит отметить, что он много занимался историей международных отношений с 19 века, особенно в таких областях, как империализм, деколонизация, холодная война и последствия этих феноменов. Он не ограничивался историей России и Советского Союза. Он очень много времени посвятил исследованию истории Южной Азии. Список его публикаций действительно обширный и впечатляющий. Вы можете найти его в интернете без всякого труда. Я бы хотела здесь остановиться лишь на двух-трех работах. Во-первых, это «История советско-индийских отношений». Она вышла в 2018 году. Во-вторых, это, безусловно, его диссертация о немецких военнопленных в Советском Союзе с 1941 по 1956 год. Диссертация опубликована в 2000-м. И еще один интересный проект. Эта книга вышла по итогам научного проекта, в котором участвовал Андреас Хильгер. Проект был посвящен истории БНД, Федеральной разведной службы Германии. Публикация вышла из печати в 2014 году. Том не очень объемный, но почитать его, безусловно, стоит. Называется книга «Это не слухи, это правда. БНД. Пражеская весна 1968 года». Кроме этого, хотел бы упомянуть прекрасную синтетическую обзорную публикацию по международной истории с 1945 года. Эта книга была опубликована в 2021 году. Ну что же, на этом я просто передам слово тебе, дорогой Андреас. Прошу. Большое спасибо. Спасибо, что так подробно описали мою биографию. И, конечно, я очень рад, что у нас сегодня есть возможность послушать очередной доклад из этой серии мероприятий, такая относительно неформальная серия мероприятий, которые проходят здесь, в Гедельберге. Таня Пентер уже сказала, кто это все организует. Мы представляем различные организации. Эти организации объединяют интерес к истории России, Советского Союза и Восточной Европы, а также интерес к культуре памяти в Германии. Еще один фактор, который нужно упомянуть, мы все знаем, нападение России на Украину в прошлом году стало делом не просто Европы или даже всего мира. Эти события напрямую повлияли на европейскую международную историографию и культуру памяти. Вот почему мы приняли решение отреагировать на эти события и посвятить им ряд мероприятий, рассмотреть разные аспекты этой тематики. В прошлом году у нас проходило мероприятие в Берлине, тогда мы обсуждали международное право и военнопленных. Затем мы планируем поговорить о том, как мемориалы в Германии прорабатывают эту новую ситуацию, связанную с культурой памяти, особенно в связи с памятью о Второй мировой войне в Советском Союзе и государствах, которые возникли на карте мира после его распада. Как позиционировать себя? Какую стратегию выбирают мемориалы в текущих условиях? А теперь позвольте мне коротко представить вам докладчиц. Мы сегодня вечером поговорим об одном из очень важных аспектов этой войны. Во-первых, речь пойдет о том, что Россия, ведя боевые действия, очевидно, целенаправленно разрушает памятники истории Украины и в целом украинские памятники. Ну и таким образом Россия отчасти разрушает память всеобщую, глобальную, международную, объекты всемирного наследия. И вот в прошлом году в Германии появились различные инициативы, которые пытаются как-то помочь в этой ситуации. Они в основном объединены в помогательную сеть организаций, которая координирует их работу. И вот об этом стоит помнить, потому что в контексте стоит воспринимать сегодняшние доклады. С первым докладом выступит Галина Рощина. В настоящий момент она научный сотрудник кафедры истории Восточной Европы университета имени Гельмута Шмидта в Гамбурге. Она исследует историю Восточной Европы в XIX и XX веках. В частности, у нее есть собственный научный проект, который посвящен украинским скаутским организациям в период между двух мировых войн. То есть это такой абсолютно украинский феномен, часть украинской истории. В прошлом году она участвовала в проекте по сохранению документов и архивных фондов партнерских украинских организаций. Этим занималась сеть помощи пережившим преследования нацистов. Именно эта организация координировала всю работу. Позже этот проект переименовался. Он назывался проектом по сохранению украинских музеев и архивов. Так совпало, что как раз сегодня выпущен заключительный отчет по деятельности в рамках этого проекта в прошлом году. Эти усилия поддержало уполномоченное правительство Германии по делам культуры и СМИ. Был предоставлен грант, но, насколько я помню, срок этого гранта на данный момент уже истек. Это наш основной доклад сегодня. Но будет еще один. Это свидетельство очевидицы. Мы услышим впечатление человека, которая непосредственно пережила все эти события. Она наблюдала разрушение учреждений в Чернигове. Доктор Алена Лысенко. Сейчас она является приглашенным научным сотрудником Гдельбергского университета, работает здесь. Она исследует и исследовала феномен сожженных деревень, оккупированной нацистами Украины. Этот проект реализуется при поддержке фонда Volkswagen. И, конечно, этот проект как раз находится на стыке, на пересечении истории Украины, немецкой культуры памяти, международной и европейской истории. Я очень рад, что обе коллеги согласились сегодня выступить с докладами. Еще раз большое спасибо Гдельбергскому университету и кафедре истории Восточной Европы. Спасибо Тане Пентер. Мы находимся с вами сегодня в такой классической старой аудитории. За это тоже отдельное спасибо. Передаю слово первой выступающей. Прошу. Добрый вечер. Я вас тоже хочу поприветствовать. Рады вас видеть сегодня вечером. Очень рада, что так много людей сегодня пришло. Оказывается, очень большому числу людей интересна наша сегодняшняя тема. В докладе мне бы хотелось коротко рассказать вам о разных культурных учреждениях в Украине и о том, как они существовали во время войны, а также о том, как их спасали различные международные проекты. Я также хочу сказать спасибо за приглашение. Я очень рада, что могу выступить перед вами сегодня. Война в Украине – это еще и война против украинской культуры. Так сказал Владимир Зеленский после обстрела Дома культуры в городе Лозовая Харьковской области в мае 2022 года. Тогда погибли люди. Окупанты назначили врагами культуру, образование и человечность. Так написал украинский президент в Телеграме. С самого начала войны очень многие музеи и архивы были разрушены в ходе российских обстрелов. Они также были разграблены в результате боевых действий. Многие не удалось восстановить или отреставрировать. Например, из-за пожара сгорел архив отделения Службы безопасности Украины в Чернигове. В этом архиве, среди прочего, хранились еще и документы советских спецслужб за период большого террора. Они имеют важное значение для расследования преступлений большого террора. В этих документах содержится информация также о репрессиях в отношении отдельных украинцев, а также о борьбе с диссидентами. В архиве уничтожено более 12 тысяч уголовных дел и иных документов. Скорее всего, восстановить их не удастся. Так сказал Анатолий Хромов, председатель Государственной архивной службы Украины. Он сделал это заявление в эксклюзивном интервью агентству Интерфакс Украина. Подробнее о ситуации в Черниговских архивах расскажет вам моя коллега, который будет выступать чуть позже, после меня. 27 февраля в результате украинского ракетного обстрела был разрушен историко-краеведческий музей в Иванкове. Этот город оказался в центре боевых действий на севере Киевской области. В коллекции музея в том числе находилось около 33 произведений украинской художницы Марии Примаченко. Она работает в жанре наливного искусства. Кроме того, она лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко. Речь идет про 31 картину и две расписных тарелки. Помещения музея сгорели, однако значительную часть коллекции удалось спасти благодаря местным жителям Игорю Николаенко и Анатолию Харитонову. Они смогли спасти коллекцию сгорящего здания. Но по данным Института стратегических исследований 25 картин, к сожалению, утрачены навсегда. К повседневности войны относятся не только разрушения и ущерб, но еще и грабеж культурных ценностей. Культурные ценности страны, которая подверглась нападению, разграбляются. Это касается в первую очередь архивов и музеев, оказавшихся на оккупированных территориях, например, в Херсонской области, в Донецкой области. И вот здесь мне бы вновь хотелось сослаться на председателя государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. Прошу прощения. В статье журналиста Хервига Хюллера о том, как российские оккупанты грабили культурное наследие Украины, он прокомментировал ситуацию так. Эта статья, кстати, вышла 20 января 2023 года в рубрике «Культура и изобразительное искусство» австрийской ежедневной газеты Der Standard. «Спустя несколько дней после того, как был разграблен Херсонский областной кривейческий музей, очередь дошла и до Государственного архива Херсонской области. По моим данным, российские мародеры вывезли от 30 до 50% всех хранившихся в архиве документов», так рассказывает Анатолий Хромов. «Где сегодня находятся эти фонды, неизвестно». В середине ноября Федеральное архивное агентство Российской Федерации, которое подчинено президенту Путину, признало причастность к этой операции. Подробности российская страна не предоставила. В этой статье разграбление культурного следия Украины, которое хранилось в региональных краеведческих и художественных музеях, а также архивах Херсонской области сравнивается с тем, как нацисты во время Второй мировой войны грабили культурные учреждения в Херсоне. Министерство культуры и информационной политики Украины собирает данные о том, какой ущерб нанесен культурному наследию. Список есть на сайте, и сейчас в этом списке около 570 записей. Отчасти эти записи не подтверждены. Вот эти и многие другие примеры демонстрируют, как важно спасать и хранить украинское культурное наследие, как важно поддерживать эти усилия, потому что наследие Украины часть наследия Европы и всего мира. С самого начала войны в Германии появилось много инициатив, организаций, проектов, которые старались помочь спасти украинское культурное наследие. Например, украинский центр ArtAid под руководством доктора Алены Балун. Он работает совместно с германско-украинским обществом экономики и науки. Смарта эта организация активно помогает спасать ценности истории культуры. Федеральный институт культуры и истории немцев восточной Европы, расположенный в Эльденбурге, еще одна из таких организаций. Еще один проект называется «Спасители культуры». В этом проекте участвуют Германский институт археологии, Либбинсовский центр археологии и Германская федеральная служба технической помощи. Международный совет музеев, точнее его германское отделение, и основанное и уполномоченное правительство Германии по делам культуры и СМИ, сеть защита украинского культурного наследия. В эту сеть входит целый ряд партнеров. Кроме немецких организаций, стоит также упомянуть ряд других. Они очень активно начали работать в Украине после начала войны. К ним относятся фонд Альф, Международный альянс по защите наследия в зонах конфликтов. Это фонд, который с 2017 года находится и работает в Женеве. Еще одна организация «Комитет помощи музеям Украины». Он был основан польскими музеями после начала войны. Секретариат комитета находится в Музее Варшавского восстания в Варшаве. Работу комитета координирует Анна Дрост. Это учреждение, а также многие другие имеют свои особенности. Кто-то работает на пожертвования, чью-то деятельность финансирует ведомство полномоченной правительства Германии по делам культуры и СМИ. Многие умудряются собирать очень большие суммы и, соответственно, в состоянии реализовывать крупные проекты, например, восстановление полностью разрушенных музеев. Другие инициативы посвящены проектам меньшего масштаба. Мне бы хотелось привести вам один из примеров, связанных со спасением документов и архивных фондов украинских партнерских учреждений, сети помощи пережившим преследование нацистов в Украине. Позже проект был переименован и назывался «Спасение украинских архивов и музеев». На этом примере можно подробнее рассказать о том, как работают такие инициативы, потому что я сама принимала в этом участие. Проект был основан сетью помощи пережившим преследования нацистов в Украине в мае 2022 года. Работу проекта обеспечивал музей Берлин Карлсхорст совместно с университетом имени Гельмута Шмидта в Гамбурге поддерживали целый ряд мероприятий на территории Украины. Ведомство полномочное правительство Германии по делам культуры и средств массовой информации поддержало проект финансово. Срок реализации проекта с 1 июля 2022 до конца 2022 года, то есть до 31 декабря 2022. Координаторы и руководители проекта Екатерина Малыгина она работает в музее Берлин Карлсхорст и ее коллега Галина Рощина в университет имени Гельмута Шмидта. Чем занимался этот проект? Цель проекта спасти документы и архивные фонды Украины. Так вот, благодаря этому проекту удалось охватить 58 учреждений истории и культуры, в том числе областные архивы, городские и областные музеи, библиотеки, научно-исследовательские институты и другие организации по всей Украине. Общий объем финансирования проекта составил 442 тысячи евро. И эти деньги были потрачены полностью. Екатерина Малыгина и Галина Рощина разработали целеполагание проекта. Они сосредоточились на широкомасштабной работе в регионах. Основная цель, основная задача это поддержка украинских музеев и архивов. Важно было обеспечить хранение и спасение фондов этих учреждений. По сравнению с другими подобными инициативами команда проекта могла в общем-то без проблем общаться с партнерскими организациями в Украине, потому что члены команды владели украинским русским языками, это значительно облегчило коммуникацию. Также стоит упомянуть, что команда для внутренней коммуникации использовала не только служебные электронные адреса и телефоны, из-за вызванной боевыми действиями ситуации в Украине, то есть плохой интернет, нестабильные воздушные тревоги, отсутствие электричества и многое другое, они активно использовали частные контакты, знакомства. Это позволило гораздо быстрее общаться на самых разных уровнях и достигать целей. Вот такой относительно неформальный способ коммуникации с коллегами в Украине, которые оказались в зоне боевых действий, многие оценили очень положительно. Надо также отметить, что удавалось находить эффективные решения для внутренних проблем, допустим, вопросов финансирования, перевода денег и так далее. Все это удавалось сделать очень быстро и без лишней бюрократии. Более того, это общение было проникнуто взаимным уважением, проходило на равных, заявила Бьянка Шрёдер, которая в музее Берлин Карлсхост отвечала за реализацию проекта. Меры поддержки, оказанные в рамках проекта, были самые разнообразные. С самого начала целью проекта было физическое и цифровое сохранение архивных фондов. Чаще всего из Украины к нам поступали просьбы предоставить средства для оцифровки фондов. Нужны были сканеры, ноутбуки, камеры и носители для охранения данных. У украинских музеев всё ещё нет собственной цифровой базы данных, заявила Екатерина Чуева, 2021 заместитель министра культуры и информационной политики Украины по вопросам европейской интеграции. За последние 30 лет, продолжает она в интервью украинскому журналу Local History, опубликованному 5 января 2023 года. Сфера культуры занимала одно из последних мест в списке приоритетов государственной политики. Это повлияло на то, какими ресурсами могли распоряжаться наши учреждения культуры, а также на условия, в которых приходилось работать сотрудникам музеев и архивов, людям, которые отвечали за их фонды и коллекции. Но, к счастью, музеи смогли получить серьёзную поддержку из-за рубежа. Помимо приобретения технических средств для оцифровки фондов, мы часто получали запросы на курсы повышения квалификации и обучения в сфере оцифровки музейных фондов. Музей Берлин Карлсхорст уже обладал большим опытом в области оцифровки собственных фондов. Поэтому в рамках проекта проводились мастер-классы, посвящённые широко распространённой в Германии программе «Музеум Дигиталь», с помощью которой проводится учёт музейных архивных фондов, а также их оцифровка. В ходе этих мероприятий программа «Музеум Дигиталь» была приведена в соответствии с украинскими стандартами и сейчас этой программой активно пользуются в Украине. Ещё одна важная часть проекта — это обмен опытом и трансфер знаний. Это тоже часть нашей поддержки. Прошли четыре онлайн-занятия, посвящённых программе «Музеум Дигиталь». В них приняли участие представители более 37 украинских музеев. Мы планируем проводить дальнейшие занятия. Так заявила Екатерина Малыгина в интервью Норморгенпост 10 января 2023 года. Речь идёт о том, как сканировать объекты и снабжать их метаданными, чтобы система их учитывала. Кроме того, это важная площадка для обмена опытом для украинских коллег. Так они могут общаться друг с другом. На данный момент с помощью программы «Музеум Дигиталь» уже оцифровано тысячи объектов. Объекты разного рода, это фотографии, документы, и таким образом их можно опубликовать в интернете. Так можно обеспечить онлайн-доступ к коллекциям украинских музеев и архивов. С филиал Черниговского исторического музея военно-исторический музей государственный архив в Херсоне музей в Харькове получили сильные повреждения. В такой ситуации благодаря проекту удалось закупить для этих учреждений ориентированно стружечные плиты ОСП, которыми можно было закрыть разбитые окна и дверные проемы. Также мы смогли провести необходимые ремонтные работы в разрушенных зданиях. С конца октября в рамках проекта был приобретен термоупаковочный материал, осушители воздуха и внешние аккумуляторные батареи. С помощью этой техники удалось обеспечить соблюдение необходимого температурно-влажностного режима в зданиях музеев и архивов. Необходимо было приобрести и устройство обеспечения безопасности, охранные системы. Это связано с хаосом в стране и вот в такой ситуации хаоса часто архивы и музеи сталкивались с феноменом воровства музейных фондов. Воровали и российские оккупанты и сами украинцы. После согласования с соответствующими организациями в рамках проекта выплачивались гонорары внештатным сотрудникам. В зависимости от потребностей эти люди привлекались к ремонту зданий или оцифровке фондов. Это было особенно важно для тех учреждений, где сильно сократился персонал. Люди либо были призваны в вооруженные силы Украины, либо были вынуждены бежать. Многие сотрудники оставили рабочие места. Были учреждения, где остался всего один единственный человек. Учреждения культуры, многие музеи и почти все архивы не имели доступа к бюджетным средствам. Они не могли напрямую получать финансирование из госбюджета. Дело в том, что в условиях войны все средства, все деньги в первую очередь шли армии Украины. Тут стоит упомянуть, что финансовая помощь, предложенная в рамках проекта, отчасти предоставлялась большими сложностями, потому что архивы и музеи не обладают собственными расчетными счетами. Они не имеют права иметь такие счета согласно сгонодательству Украины. Еще одной важной для нас вещью было помочь не только крупным учреждениям, которые известны всей Украине, но и небольшим региональным или даже деревенским музеем и архивом. Это стало возможным с помощью наших украинских партнеров из штаба по спасению наследия. Этот проект был основан Музеем революции достоинства и рядом НКО в марте 2022 года. Нам также помог Украинский кризисный центр под руководством Ольги Гончар. Они помогли нам узнать, кому нужна такая помощь. Мы использовали их обширную сеть контактов. Кроме музеев и архивов, помощь получили также библиотеки. Например, государственные библиотеки в Буче получили помощь и ряд неправительственных организаций. Для нашей работы в рамках этого проекта было важно, чтобы средства распределялись равномерно по всей территории Украины, а не шли только в центральную и западную Украину, где ситуация была более или менее спокойной, насколько вообще можно говорить о спокойной ситуации во время войны. На протяжении последних двух месяцев мы старались достучаться до музеев на востоке Украины, в том числе до совсем небольших учреждений, например, до деревенских краеведческих музеев. Логистика и коммуникация из-за близости к линии фронта были серьезной проблемой для нас, тем не менее, нам удалось установить контакт с учреждениями на территории Днепропетровской и Херсонской областей и помочь им. Проект длился до 31 декабря 2022 года, я уже упоминала это, затем финансирование продлено не было. Но к чему привела наша работа, какие у нее итоги? Важно сказать, что мы смогли поддержать более 150 учреждений. Теперь у нас обширная сеть контактов на территории Украины. С какими-то учреждениями мы сотрудничали с самого начала, но большинство из них присоединились к проекту лишь в последние месяцы. Эти связи останутся с нами надолго. Мы вместе с Екатериной Малыгиной уверены в этом. Целью проекта была сохранить память. Благодаря финансовой поддержке из Германии, помимо крупных коллекций, мы смогли поддержать и коллекции, содержавшие предметы локальной истории, семейные реликвии, частные фотографии и коллекции местных архивов. но тем не менее мы можем лишь протянуть руку. Собственно, работу проводят люди на местах. Мы можем лишь помочь им в этом деле. И вот этими словами от лица координаторов проекта мне бы хотелось закончить собственное выступление. Я с радостью отвечу на ваши вопросы про этот проект. Добрый вечер всем присутствующим. Для меня этот доклад очень личный. Начало полномасштабного вторжения мы пережили недалеко от Чернигова. И невзирая на весь тот ужас и страшные события, новость об уничтожении Черниговского отраслевого архива СБУ одна из самых страшных для меня. и сейчас очень трудно понять случившееся с нашими жизнями 24 февраля 22 года. Все, что мы знали, все, чем мы были, претерпело существенные изменения. Российское полномасштабное вторжение заставило всех украинцев пересмотреть свою жизнь, пересмотреть собственные принципы, политические предпочтения и жизненную позицию. Поэтому сегодня как никогда важно сохранение нашей исторической памяти, наших музеев и архивов. Я хочу поделиться сегодня с присутствующими историей непопроявимой потери, постигшие наш архивный фонд и культурное наследие 25 февраля 22 года на второй день полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины помещения службы безопасности в результате попадания двух ракет случился масштабный пожар, в результате которого и был уничтожен весь архив. В общей сложности сгорело более 12 тысяч дел. В секторе архивного обеспечения отраслевого архива службы безопасности хранились архивно-уголовные дела с 1918 года, а также документы советской службы ВЧК НКВД КГБ. Это и приказы, переписка, личные агентурные дела XX века. В них находились уникальные документы, дневники, фотографии, письма, листовки, аудио и видеозаписи, протоколов допросов, очных ставок, судебных заседаний, денежные знаки за 1915 год грамоты и экспертные заключения. То есть сгорел целый пласт нашей истории, потому что уже никто и никогда не прочтет этих дел и не расскажет правду о нашем прошлом и не позволит прошлому обратиться к настоящему. Дела в отраслевом архиве службы безопасности Украины были разделены на несколько фондов, точнее на три. Если фонд на реабилитированных граждан был для исследователей более доступен еще со времен принятия закона Украина про реабилитацию жертв политических репрессий, то дела так называемого основного фонда, в которых находились архивно-уголовные дела на граждан, не подлежащих реабилитации, стали доступны только совсем недавно, в 2015 году после принятия закона Украина про доступ до архивов репрессивных органов тоталитарного режима. И эти дела еще не были в достаточной мере исследованы. Многие из этих дел, если не большинство, никогда не выдавались в читальный зал. Поэтому мы не знаем, какая конкретная информация уничтожена и каких трагических страниц истории она касалась. Что касается меня, то я физически не успела скопировать очень большое количество дел, которые мне удалось найти накануне вторжения. Некоторые из них касались крестьянского вооруженного сопротивления 1930 года на территории Черниговщины. Сами эти дела находились в основном фонде и их фигуранты не были реабилитированы, а существование таких дел я узнала накануне вторжения. Мой интерес к теме обусловлен тем, что у меня с коллегами вышел научно-документальный сборник, посвященный одному восстанию на территории области. И при первичной работе с архивно-уголовными делами мне казалось, что это именно те граждане, которым удалось уйти на нелегальное положение и после разгрома повстанческого отряда. Но, к сожалению, теперь мы никогда не узнаем их историей. Кроме того, утрачены уникальные дела позднего советского периода 1970-1980-х годов, хранящиеся также в основном фонде. Это дела на осужденных за так называемые антисоветские преступления. Я смогла ознакомиться с несколькими делами, но скопировать тоже, к сожалению, не успела. В основном эти дела связаны с речевой несдержанностью граждан в состоянии алкогольного опьянения. Чем они интересны? Общественные потрясения и снятие стресса в СССР шли рука об руку. И именно в таких делах описывается реальное положение дел и реальное отношение советских граждан к событиям и политикам в СССР. Но сроки за это были вполне реальные и люди не были реабилитированы. Ну и была утрачена огромная масса дел на коллаборантов. Все эти архивно-уголовные дела касались убийства еврейского населения, ромского населения, функционирования тюрем, трудовых лагерей, лагерей для военнопленных, сожженных сел и просто становления функционирования режима на территории Черниговской области. К огромному сожалению, сотрудники архива не вели систематической работы по оцифровке архивных материалов, но всегда удовлетворяли запросы родственников и исследований на копирование того или иного дела. Однако часто сканировалось или копировалось с целью экономии времени не целое дело, а только наиболее важные с точки зрения того или иного человека документы. Теперь мы рады и такому и бесконечно благодарны сотрудникам за уделенное время. Также полностью был уничтожен личный фонд, это 4500 единиц хранения, из них 3000 это личные дела на сотрудников советских спецслужб. Документы эти очень важны для понимания того, как функционировала ВЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. В этих делах содержатся просто уникальные материалы о всех кадровых перестановках, материалы аттестации, дисциплинарных взысканий, наградные листы, фотографии сотрудников. И все это вместе это очень тяжелая потеря для всего культурного наследия нашей страны. Можно ли было избежать этой нелепой, нелепейшей трагедии? Да, без сомнений. Директор архива национальной памяти Игорь Кулик придерживает сомнения, что эта трагедия можно было бы избежать, если бы все дела были переданы в архив национальной памяти. Но остановка реконструкции помещения под будущий архив помешало этому. Однако это не был единственный выход. Простая эвакуация документов спасла бы их. Почему эти документы остались в местах постоянного хранения, я не могу вам сказать. И почему их не вывезли раньше или 24 февраля, и чем мотивировали лица, не отдавшие приказ об эвакуации документов, что помешало ей, я не знаю. Но все же мне бы хотелось отметить наиболее действенный способ хранения документов это их оцифровка. Ведь именно благодаря простому фотографированию за последние семь лет я смогла сделать копии 900 архивно уголовных дел. Конечно, по сравнению с утраченным это очень мало, но все же это лучше, чем ничего. В современных реалиях ракетного террора со стороны России оцифровка документов, даже простое фотографирование дел и хранение в облаке решит проблему утраты нашего исторического наследия. Естественно, централизованная оцифровка, как государственная программа при помощи волонтров и грантовых программ, это самое очевидное и простое решение. Перенос всех оцифрованных дел в облако сможет не только сохранить их, но и сделать доступными для исследователей по всему миру, упростит доступ и даст возможность изучать ценнейшие источники по истории СССР, Второй мировой войны, Чернобыльской катастрофы. Кроме того, оцифровка упростит хранение архивно-уголовных дел и облегчит доступ к ним. Будем честны, украинские исследователи часто не могут финансово себе позволить визиты в архивах, расположенные даже в соседних областях для своих исследований. Поэтому, как никогда важно оцифровать, сфотографировать, копировать как можно больше архивных материалов. Как бы это не банально звучало, сохранение прошлого это залог нашего будущего. Спасибо большое за оба доклада. Они показывают нам различные измерения войны. И мы действительно видим всю глубину и всю ширину событий благодаря этим докладам. У нас есть время для вопросов. Для вопросов обеим докладчицам. У меня два вопроса обеим докладчицам. С одной стороны мне вот что интересно. Как выглядит быт и как выглядит ежедневная жизнь в архивах сейчас. Сейчас говорят, что нужно все закрыть, упаковать и увезти куда-то за границу и так далее. Или архивы работают как раньше. Граждане могут туда прийти, пользователи сюда могут прийти. Это первый вопрос. Затрагивает и архивы и музеи. И второй вопрос о цифровизации. Это очень важный вопрос. По идее цифровизация должна была начаться десятилетия назад и Украина очень медленно продвигалась на этом пути. Почему это так произошло в Украине? В чем вы видите причины? Первый вопрос. Украинские архивы сегодня недоступны. Недоступны. Есть одно исключение. Два месяца назад архив Львова заявил, что в читальные залы архив может запустить двух-трех человек. И они там могут работать. Но в окрестностях нет бомбоубежища. Есть только один подвал. И туда сотрудники могут в этот подвал побежать при необходимости. Но для посетителей нет такой возможности. И посетители должны бежать куда-нибудь в другое место. вот вблизи нет бомбоубежища. И тогда конечно вопрос а куда посетители архива побегут. Понимаете? Другие архивы не работают на данный момент. Сотрудники которые остались в стране которые не уехали или которых не забрали в армию они остались. Но они пытаются сохранить то что есть. Насколько это возможно в такой ситуации и в основном все архивы закрыты. Иногда люди приходят и смотрят какая там ситуация. Некоторые архивы действительно перемещены перемещены в другие регионы. Например запорожские архивы перемещены в Тернополь и документы у которых есть место принимают документы других архивов. Но вопрос насколько там безопасно туда куда переехали архивы потому что бомбардировка может быть где угодно. Это первый вопрос. Второй вопрос это кстати не мои слова. я повторяю то что я слышала на встречах директоров архивов не так просто собрать все ящики с архивными документами. Есть архивы которые действительно объемные и сложно просто фуры грузовики для этого использовать. Их просто в наличии нет. Например для одного архива небольшого нужно два железнодорожных вагона и в военной ситуации их просто нет. Архивы как правило остаются на своем месте. Вот коллега которая передо мной после меня выступала она говорила единственная возможность это цифровизация цифровать. У меня только небольшая одна ремарочка она касается Черниговского государственного архива согласно информации началась оцифровка документов 17 века сейчас. Когда дойдут до документов 20 века и единиц хранения несколько сот тысяч эта процедура очень длинная. Времени у нас очень мало. Почему не оцифровали архивы? Хороший вопрос. сотрудникам архивов платят очень скромно. Это практически одни из самых малооплачиваемых госслужащих. И еще один момент. Вот у сотрудников учреждений есть такой страх что в новой ситуации они останутся без работы. что если все архивы оцифруют то люди не будут ходить в архивы. И очень многие или может быть некоторые архивы просто специально тормозили этот процесс. Это вот одно обстоятельство. Еще одно обстоятельство что нет денег просто нет государственного финансирования купить сканер купить хороший фотоаппарат. Моя коллега уже об этом говорила когда научный сотрудник приходит в архив вот у меня опыт такой у коллеги тоже такой же опыт вот фотографии которые вы сделали а вы можете их прислать архиву или нет понимаете изначально вот надо было платить для того чтобы фотографировать документы в архиве последние пять лет не надо но все равно я надеюсь что я ответила на ваш вопрос а музей закрыты нет музей не закрыты только архивы закрыты хотя конечно очень многие музейные фонды упакованы частично перемещены но используются копии используются какие-то актуальные моменты есть много мероприятий и наверное это делается для того чтобы оказать эмоциональную поддержку людям у меня вопрос тоже обеим докладчицам как вы видите ситуацию архива украины их целенаправленно разрушали в ходе агрессии или это все-таки неизбежный какой-то ущерб от военных действий специально или нет вот это делалось я могу ответить только очень субъективно по архиву по черниговскому архиву СБУ это то что сам архив находился в помещении службы безопасности и уничтожение его было достаточно закономерным потому что это стратегический объект просто стратегический объект такие объекты первые дни уничтожались территорию области Черниговской все это касалось казарм аэродромов полигонов военных поэтому уничтожение областного управления СБУ было закономерным я тоже не могу сказать что целенаправленно взрывали архивы и музеи но в целом просто нужно посмотреть что находится рядом с архивом или рядом с музеем ну вот известный случай с мариупольским ДК там находились люди туда спрятались люди и я считаю мое личное мнение что вот это была причина не само здание а что там люди были по крайней мере нет каких-то источников подтверждающих эту позицию мне интересно что означает монополизация информации со стороны России для будущих исследований мне кажется что мы вернемся в былые времена когда были российские советские нарративы и все и не будет никакой альтернативы просто этим источникам информации это очень хороший вопрос и на него очень сложно ответить кратко вся политика России направлена на построение своей версии прошлого настоящего и будущего и какие-либо несоответствия жестко пресекаются а реальные факты замещаются на мифы сохранение информации архивной и музейных экспонатов которые выбиваются из этого мировоззрения из этой матрицы они несут для России угрозу потому что для самого существования Российской империи нужен миф и если мы при помощи истории будем его разрушать у России ничего не останется нибольшая ремарочка еще одна сейчас на оккупированных территориях оккупационные власти изымают из библиотек любую украинскую литературу историческую и это один из самых важных для них вопросов не обеспечение продуктами питания не доступность воды не медикаментозное сопровождение своих солдат а изъятие и уничтожение украинской литературы я хотел бы еще дополнить это как раз обсуждается коллегами по цеху что нужно отходить от российской советской московской точки зрения на то что происходило во всем регионе конечно есть опасность что поскольку каких-то документов нет будет другая точка зрения другой взгляд но все равно нужно очень внимательно смотреть на источники так пожалуйста вам слово я хотел бы вернуться к вопросу что является целью российской политики а что не является вы говорите что от 30 до 50 процентов документов в Херсоне просто вывезли украли вот сейчас Херсон освобожден скажите пожалуйста какие документы были изъяты и как это происходит вообще это архивные сотрудники российские приезжают выбирают с этим работают и так далее насколько мне известно не происходит никакого отбора отбора никакого нет не происходит какая-то кража какое-то воровство документов по отбору те кто были там рассказывают следующее российские военные просто пригнали несколько грузовиков и забрали документы те которые были что-то они там выбирали или нет сортировали их как-то или нет я не уверена не знаю я нигде это не читал и не слышал у меня вопрос госпожа Рощины если говорить о Германии чего вы от нас ждете как мы можем помочь украинцам при архивации культурного наследия и как мы можем вам вообще помочь в связи тем что вы рассказали есть некоторые украинские институты организации которые работают в том числе опираясь на поддержку меценатов запада и мне кажется что это действительно очень серьезные организации и им можно доверять одна организация находится во Львове и в Киеве в Киеве тоже есть одна организация у них есть банковские счета можно переводить им средства и они закупают какое-то оборудование ну как правило закупают напрямую в Украине они пытаются таким образом поддерживать экономическую жизнь в Украине и какие-то моменты они закупают за границей можно что-то закупить за границей и отправить в Украину и также эти организации поддерживают с логистической точки зрения процессы и не помогают транспортировку например в сложно доступные места я поняла ситуацию так что есть большое количество различных учреждений которые кому-то помогают кому-то нет я правильно понимаю что из архивов те кто дают о себе знать кричат вот мне нужна помощь у них есть шанс что им помогут а другим не помогают или есть какой-то центральный координирующий орган в Украине то есть вот например по идее после событий в Чернигове должно было бы много предложений о помощи Чернигову поступать давайте спасем хоть что-то что есть и так далее но похоже этого не произошло просто по крайней мере вы об этом не рассказали я попробую ответить на вопрос первые два месяца был действительно хаос действительно непонятно было что делать и так далее архивы не были готовы к войне конечно о войне говорили но месяц говорили но Украины не были готовы к войне и не было никаких приготовлений не было никаких планов действий регламентов непонятно было что должны делать сотрудники и в этой ситуации понятно что никто не знал что делать сверху ждали разрешения например просто взять с собой какие-то экспонаты вынести их из музея потому что по идее это же нельзя если сотрудник архива из музея что-то унесет то его обвинят в том что он это украл без разрешения забрал поэтому очень многие сотрудники музеев например не знали просто что им делать не знали что делать должны ли они оставить фонды в помещениях или нет сейчас ситуация очень хорошая с помощью вот этих организаций про которые я рассказывала происходит координация госпожа Чуева очень молодая дама она очень активная и она сделала прозрачную методологию разработала прозрачную методологию она прописала директивы что нужно делать и как и на данный момент я верю что если какая-то помощь поступает в Украину конкретному музею то она доходит до этого музея есть большое количество различных программ есть отчеты можно онлайн почитать кто что получил и если музею или архиву нужна какая-то помощь финансовая помощь например или организационная конечно есть защита данных но в любом случае музей или учреждение должно отчитаться без личных данных сотрудников нужно сказать что они получили что организация получила поэтому такой проблемы нет еще два вопроса давайте зададим госпожа Пентфер и вы пожалуйста я хочу вот что сказать я слушал дискуссию про цифровизацию почему Украина так медленно проводила цифровизацию вы знаете мы то в Германии недалеко зашли с цифровизацией и пандемия сыграла здесь очень важную роль это был серьезный импульс на самом деле и я кстати думала что Украина дальше зашла в процессе цифровизации с 2015 года можно было работать в архиве Лебница в бывшем архиве Лебница в Киеве где действительно рано начались процессы цивилизации и еще я хотел вот о чем сказать меня кое-что очень впечатлило тот факт что Украина очень быстро после начала агрессии начала вести документацию военных преступлений и культурных потерь создавались базы данных которые доступны каждому гражданину и можно было обновлять эти базы данных и данные собираются в том числе для того чтобы в перспективе однажды подготовить обвинительные документы и если у вас есть какая-то информация об этом может быть вы расскажете как это происходит как происходит вот это пополнение базы данных насколько активно гражданское общество это делает одна из организаций которую я упоминала координирует как раз данную работу с точки зрения музеев это касается и сотрудников музеев восточных регионов которые приезжают в Киев и дальше на запад едут есть поддержка бывшим сотрудникам музеев и например записываются интервью с этими сотрудниками музейных учреждений что они пережили какова ситуация в музеях например и конечно в начале войны было очень много хаотичных событий как тот пример Марии Примаченко о котором я говорила когда два простых деревенских жителя которые были рядом с музеем и поняли что музей горит и подумали что нужно спасать то что есть они просто зашли в горящее здание и начали спасать экспонаты таких случаев много это много происходило я обо всем не рассказывал и вот такие случаи можно документировать на платформе крозевого штаба фотографии загружать что в какой деревне произошло кто что сделал и так далее можно внести личную информацию когда что происходило потом информация перепроверяется и потом это идет и в соответствующее министерство есть ли национальная стратегия по такой теме в такой важной теме и мне кажется стратегия национальная какая-то нужна ведь можно посмотреть какие-то лучшие практики других странах как можно взаимодействовать с университетами например ведь похожие события происходили и наверное были разработаны какие-то стратегии соответствующие то можно было бы взять какие-то лучшие практики других стран может быть чему-то научиться и применять лучшие практики и ведь наряду с этим будут возникать данные документирующие события которые можно будет использовать в международных судебных процессах мне кажется на будущее это очень важный шаг и на таких мероприятиях как сегодня можно обмениваться опытом это обсуждать вы знаете это нужно делать в том числе на высоком политическом уровне и есть такие попытки находить международных партнеров по кооперации есть большое количество международных организаций которые принимают участие в этой работе я не могу сказать что на данный момент это приоритет но когда вы находитесь в состоянии войны это не так просто сделать и сделать быстро да желание безусловно есть есть такие планы но в украине сейчас все очень медленно происходит надо же понимать у нас же постоянно воет сирена тревоги света нет и когда например воздушная тревога нельзя выходить из дома из помещения иногда 3-4-5 часов люди сидят на одном месте или целый день когда например электричества нет света нет невозможно работать понимаете это состояние войны люди же живут не на улице но можно же запустить процесс обмена данными также можно взаимодействовать с другими вузами мира чтобы люди об этом писали какие-то диссертации магистрские кандидатские и таким образом можно привлечь международное внимание наряду с теми проектами о которых вы говорили да безусловно у нас есть есть сеть коопераций я не знаю все страны но я знаю ситуацию в Германии например есть связь с соответствующими организациями которые помогают архивом украины есть регулярные встречи есть обмен контактами и конечно есть тесное сотрудничество это уже существует на данный момент что касается других стран я не знаю я не владею ситуацией ну безусловно что-то есть со Швейцарии и конечно у музеев тоже широкая сеть контактов эта информация также распространяется каждая организация организация делает пресс-релизы распространяет свою какую-то информацию да об этом есть на самом высоком уровне известном уровне мы слышим о ЮНЕСКО также крупные ассоциации музеев и архивов они принимают участие в этой работе но да каких-то экстренных планов на такую ситуацию наверное нет и над этим можно поработать я не вижу больше желающих задать вопрос ну и времени уже много я хотел бы задать заключительный вопрос если говорить о перспективах поддержки со стороны Германии вы сказали что проект завершен в вашем докладе очень оптимистично звучит если говорить по-немецки скажите пожалуйста есть ли какие-то сигналы о том что необходимы похожие проекты или необходима какая-то финансовая помощь почему именно этот проект не продлили я не знаю это не наверное мне не положено знать не полагается но я очень рада что есть много других организаций которые продолжают работать у них есть наши контакты и они продолжают работать и у них есть финансирование возможно они будут использовать то что мы проделали в своей работе ну например федеральный архив бундесархив или другие организации которые могут оказать серьезную поддержку но есть определенные проблемы конечно частично логистика не работает и вот многие организации пытаются сейчас перестроить свою работу и очень точечно работать очень точечно двигаться вперед я просто исследовать и работаю в архиве но при малейшем как только появится возможность обязательно присоединюсь к сохранению и спасению нашей архивной и памяти присоединюсь да с этой темой мы будем сталкиваться долго мы можем подвести промежуточный итог спасибо вам большое спасибо большое за обзорные выступления и за глубокий анализ отдельных ситуаций рассказ о последствиях того что происходит спасибо большое за перевод спасибо огромное